Добрый день, мои дорогие! Наконец-то я сегодня с вами встречаюсь. Чему я несказанно рада, потому что были такие печальные события в семье произошли. Попрощались с нашей родственницей в конце лета. И я очень хотела снять видео, но поскольку такие события, естественно, настроение было не то, и я ничего не снимала. Сейчас я уже в Москве, к сожалению, часть ароматов оставила там, в Армавире. Часть привезла с собой, но вот то, что у меня появилось, я хочу вам сегодня рассказать, показать. Может быть, у вас эти ароматы есть, но, как всегда, я хочу рассказать о своих впечатлениях и о своем восприятии того, что у меня есть. Ну вот начнем, наверное, с этого красавчика. Мне кажется, немножко неудачно выставлен свет. Значит, это называется BASI FM от Arman BASI. И сразу вам покажу коробочку. Вот такая. Что я хочу сказать об этом аромате? Вы знаете, вот он был выпущен в 2000 году и как-то вот прошел для меня лично очень незаметно. Хотя я люблю марку Arman BASI и классические у меня были. Я просто с ума сходила от этого парфюма, особенно по ранней такой весне, когда еще холодно, но когда уже вот-вот чувствуешь приближение весны. И тут я вдруг в армавире нахожу вот этот замечательный камушек. Значит, как же мне сделать так, чтобы все это стояло на подиуме? Будем вот так делать. Знаете, вот если обратиться непосредственно к самому флакону. У меня была задумка в армавире сделать видео, которое было бы посвящено моей коллекции камней. Но не удивляйтесь, там у меня панно, такая фотография огромных валунов в гостиной. И мы часто выезжали на природу. И вы знаете, вот природа, она сама создает шедевры. Я набрала столько камней, я вообще не знаю, как мы их дотащили. Один в виде гриба, другой в виде еще чего-то. Но это нужно рассказывать, показывать, и желательно, чтобы они были мокрые. И вот здесь у меня в коллекции там есть один камушек, который буквально повторяет. Вот смотрите, ничего не нужно придумать. Он такой вот камушек, самый настоящий. Такие крапинки на нем. Когда его берешь, он такой шероховатый. И когда я нашла тот камень, я вот так и подумала, что это именно флакончик вот этого аромата. Что касается самого аромата. Я, конечно, извиняюсь сразу перед теми девушками, которые любят вот эти вот трендовые ароматы. Типа Аля Бель, очень сладкие, перченая ваниль. Я вот посмотрела всю мою коллекцию, оказалось, у меня ни одного аромата такого направления нет. То есть я просто не могу физически это все приносить. А вот этот аромат, если вы вспомните, антипод тому, если вы вспомните, когда Джулия Робертс так бежит по лестнице, причем она бежит одна. Вот у меня почему-то такие ассоциации воздуха, мне воздух. Она подбегает к балкону, вдыхает этот воздух. Все, я живая. То есть здесь это ассоциации такие, что идет роскошная дама. Я почему-то представляю такую женщину, пышечку, какой-то кровь, как говорится, с молоком. Вот Скарлетт Йоханссон. Но, естественно, что ротик у нее будет всегда закрыт. Я люблю эту актрису, но вот этот ее вечно открытый рот, это, конечно, нечто. И здесь она в таком облаке сливочном, сладком, приятном, красивом. И рядом с ней такой брутальный мужчина. Почему-то представляется, если из иностранных это Винсант Косель или Висан Берес, а из наших Данила Козловский или Владимир Машков, ну вот что-то нечто. А на нем такой красивый, дорогой парфюм. Это вот как что-то в шипр уходит. И два аромата эти сливаются. Это вот пара. Вот так и здесь. Сначала, вот когда вдыхаешь, чувствуются вот эти шипровые нотки. Они очень быстро уходят. И появляется вот эта молочная сладость. Ну, многие там девочки писали, что это рисовая каша, там еще что-то. Нет, никакой рисовой каши я не чувствую. Но аромат очень стойкий, очень красивый. Я не знаю, почему его сняли с производства. Его действительно можно так занести, может быть, даже в гурмане. Ну, вот о нем мы поговорили. Я его убираю. И сродни ему, немножечко сродни ему, я вам расскажу об аромате, который... Ой, ну если правильно... Вот смотрите, какая коробочка. Вот так вот я покажу. Шем... Шевелон. Шевелон. Фирма. Шевелон Пуэрик Эль. Немножко отсвечивает. Ну, ужасное у меня, конечно, освещение сегодня. И вот такой вот флакончик. Давайте я вот так же поставлю сюда на подиум. И посмотрите, какая красота. Ну, просто красота. Причем я когда читала... Хотела прочитать об этом аромате, очень мало отзывов. Я так поняла, что его практически как бы и нет. На фрагрантике, на ютубе я нашла один отзыв. И то на иностранном языке. На мужской. На этот я вообще ничего не нашла. Ну, не знаю, неужели его ни у кого как бы нету девочек. Чтобы так более подробно сняли о нем видео. Вот что можно сказать о нем. Я его практически девочке не носила. Купила, как говорится, недавно. Но, в общем, до него, как говорится, не дошли руки. Как он оппозиционируется? Вот, допустим, можно его описать. Это шипрово-пудровый аромат. Сначала вот эта горечь такая появляется, шипровость в нем. Именно только-в-только в начале. И она тут же уходит. И потом появляется пудра. Вот почему я его и взяла. Во-первых, то, что он, конечно, очень редкий. И его... Нет, я вообще не знаю, как он завалялся там на полке этого магазина. В котором я его нашла. Это в районе метро Марина. Даже вот сейчас брызну на руку. И немножечко подробнее вам тогда уже расскажу свои ассоциации. Потому что, честно говоря, ну не разносила я его как-то. Да, резкий старт. Что-то такое немножко одеколонистое. И потом, я поскольку уже пробовала его, все это переходит в такую очень красивую пудру. Ну, вот такое вот сочетание. Причем, я не знаю, его, видимо, просто, наверное, не поняли. Поэтому и не носили. То ли его сняли. В общем, честно говоря, я об этом аромате ничего не знаю толком. Нужно попробовать его разносить. И тогда я, может быть, сниму отдельное про него видимо. Но если у кого-то есть, или есть возможность, или есть он у кого-то, хотелось бы на него отдельно тоже послушать комментарии от других девочек. Так, это мы сюда отставляем. И, значит, вот смотрите, что у меня здесь еще появилось новенькое. Значит, если я правильно читаю, это вот наша косметика российская. парфюм дженту. Правильно? Дженту же она, да? Сейчас. Сейчас, 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 сейчас. Сейчас мы посмотрим. Вот я сегодня оставила компьютер. Да, парфюм дженту. Значит, Эвок. Вот купила, честно говоря, потому что очень люблю Корсон Гарсон. Он де Гарсон. Вот именно второй серебристый этот флагончик. Обожаю его. Я его как-то тестила на Святом Бульваре. Обалденный аромат. Я была просто в таком. Но, честно говоря, финансовая сторона здесь, конечно, играет немаловажную роль. Что ж у меня так с освещением-то сегодня не очень хорошо. И вот то, что касается вот этой. Очень бюджетная версия. Я вот нюхаю уше. Но сейчас еще пока резкость, которая уже переходит в пудру. И что касается Эвок. Да, действительно, девочки писали, что направление лютеновское. Есть что-то от Ком де Гарсон. Такой готический такой аромат. Немножко мрачноватый. И немного напоминает вот этот аромат. Я тоже купила. Это Дессир от Новой Зари. Но поскольку, вот если видите, вот здесь стоит такая огромная коробка. Вот она. Я даже приближу. Ну, не подумайте, что это все бриллианты. А Дайпл Даймс Даймонд. Вот это у меня ароматы Новой Зари. Вот собрала все. Потому что когда все это лежит, лежит, лежит. И потом оказалось, что такое огромное количество. Я думаю, что я отдельно сниму. Один видео сниму по поводу ароматов Новой Зари. И что касается вот Илока. Мне он очень нравится. Здесь проскальзывает Иуд. Аромат совершенно не похож на свою стоимость финансовую. Очень добротный. Из всей линейки. Вот я приобрела их два. Мне они очень понравились. Своей, ну, можем сказать, ароматами, которые имеют свое лицо. И, вы знаете, стойкость где-то вот я этот аромат носила. Этот еще не пробовала. Я его буквально вот на днях купила. И руки до него не доходили. Хотя я его несколько раз тестила. И то, что касается вот этого аромата. Как же он называется? Канвас. Канвас, правильно, да? Наверное, так. Здесь, когда я его затестила, он мне напомнил. Ну, не знаю кому как. Но вот для меня один в один. Это вот этот аромат от Александра Маквина. Александра Маквина. Ну, вот, к сожалению, Маэстро ушел из жизни. Оставил нам такое наследие. Пудровое, красивое. Его работы замечательные. Ну, вот будем беречь теперь, помнить о нем. Хотя бы в его незабываемом творчестве. И смотрите, какая красота. Давно я мечтала купить Дону на Труссарде. Но взяла вот в таком именно оформлении. Здесь нет как бы самого этого пульвизатора, который вот он носил духи. А имеется вот такая вот пипочка. Это нанесение точечное на места, которые у вас наиболее функционируют для передачи ароматов. Ну, аромат классический, вы знаете, очень красивый, очень восточный, очень фруктовый. Для меня, я, конечно, всегда говорю только о своих ассоциациях. Ноты, как всегда, не описываю, чтобы не занимать все ваше время. И думаю, что он, конечно, зимний. У многих он, девочки, есть. Потому что захожу в метро и слышу, там Донна, там Донна. Тем более, вот эти распродажи, которые были в Литуале. Они подвигли к тому, что женщины набрали себе очень много парфюма. Но все это масс-марк. Очень все знакомое. А вы знаете, я этого как бы не люблю. Это вот единственный аромат, который попал, так сказать, в эту нишу. Мне нравится что-то неординарное. То, что редкое. Но вот так вот получилось. Ну, вот здесь вот маленькая Минька. Она у меня когда-то была. Я потом, девочка попросила, я продала эту Соню Ракел. Потом нашла ее в Армавере. Думаю, ну как же я без Сони. И купила ее. И еще вот такая вот штучка. Очень интересная. Здесь 3 миллилитра. Это вот старенький-старенький такой коробочек. Настоящий христиан Диор. Мисс Диор. Самый настоящий, который вообще не знаю, где завалялся в пробнике. Там во всех округах Армавера я побывала в населенных пунктах. И вот там в одном из городков нашла. И вот этот аромат там. Я приобрела буквально вчера. Кафе-кафе. Фирма Парфюм Кафе. Сейчас я вам покупаю коробочку. Как всегда. Вот она. Кофеина, так я понимаю. Вы знаете, вот этот у меня аромат. Вот честно говоря, поразил. Просто не то, что поразил. Он меня просто сразил. Потому что за такие деньги купить такой красивый аромат. Ой, я даже не знаю, как это высказать. Вот он, если так вот сразу нюхать. Да, он напоминает что-то то, что стоит в дорогих бутылечках. В Летуале, там, или в Ревлоше, или в Эль-де-Бате. Сразу так вот и не вычленишь, что именно этот аромат стоил 250 рублей. Коробок фирменный. Все это настоящее. Ну, была такая вот акция в Магнит Косметик. И я его купила. И еще, девочки, что вот в армавиривание попалась. Такая интересная штучка. Я, конечно, вот там у меня стоит еще один коробок. Вот такой, от этой фирмы Sunlight. Там вот, смотрите, сколько всего. Это мои пробники. Я как-то о нем, о них сниму отдельное видео. Потому что время это поджимает. И чтобы ваше время тоже не тратить. Зря. Я сделаю отдельное видео на эти мои пробники. Значит, что касается вот этой миньки. Александра Дель Аква. Итальянский дизайнер. Очень интересный аромат. И девушка мне сказала, что это мужские духи. Я так и не поняла, что это мужские или женские. Я покупала летом. А теперь вот хочу и понять вместе с вами. Что же это такое? Мужской или женский? Вот что мне напоминает. Когда я читала отзывы о женском аромате. Он очень редкий. Поэтому отзывов очень мало. Там немножко коробочка, вернее, флакончик немного вытянутый. В мужском он получается квадратный. Здесь вот квадратная минька. И аромат, я вообще не представляю его на мужчине. Потому что вот начальная нота. Летом я его попробовала. Думала, нет-нет-нет, только оставлю для зимы. И сейчас вот нанесла на руку. Потому что, естественно, я его буду беречь. Очень мало. Там 5 миллилитров всего. Вот знаете, первое впечатление. Как будто это средство от кашля. Помните, вот нам в детстве давали. Такое типа солодки что-то. Она тут же уходит. И он раскрывается. Ну, чем-то необыкновенно красивым. Таким очень вкусным. В общем, без подобным ароматом. Но вот что это такое? Я только думаю, что если девочки описывают, что он напоминает клема женский, то здесь клема он как бы и не напоминает. А вот скорее всего, наверное, он мужской. Но на мужчине я его не представляю. Да, вот солодочный этот запах. Так он и есть. И там же я приобрела вот эту. Опять Лондон купила, которую в свое время продала. И отдельно хочу сказать, девочки, вот об этом дезике. Я уже написала на франкрантике сам свое мнение. Посмотрите. Вот такой дезик. Пай. Дольчика Бана. Ничего общего вот с этим красавцем он не имеет. Если он вам попадет, да, он имеет место быть. Он не избитый совершенно. Запах. Я вообще не знаю. Здесь как бы все эти опознавательные знаки есть. Франция. Кто его делал, не знаю. Но то, что касается аромата бай основного, это вот просто, как моя Вики говорит, пахнет леопардом. Как будто бы она стояла рядом с леопардом. Но он очень насыщенный, живой, сексуальный. И вот я уже как-то о нем говорила, что такое впечатление, как будто вы проходите по цирку, где-то рядом животное, но на вас шикарный парфюм. Слышится кофе, цветы, все это в перемешку и создает вот такую ауру. Этот аромат, он немного уходит в уходовое средство. Сразу немножко резкость какая-то, вот что-то от Вики Тиль, Пуазон. Потом это все размыливается. Но, вы знаете, держится очень долго. Вот я им пользуюсь, как, поскольку у меня аллергия на все эти шариковые, все эти прочие, там, алюминий, цинк. Я пользуюсь вот такими дезодорантами парфюмированными. И держится, но его даже, честно говоря, как уходовое средство и опасно. Потому что он может перебить другой аромат, который будет на вас. Так что сейчас я закругляюсь с этим видео, потому что уже, да, 19 минут. Очень долговато, долго говорю. Чтобы вас не утруждать. И следующее видео я, скорее всего, сниму об ароматах новой зари. Аренаме, который там, ну, как бы, даже не знаю, как-то вам сказать, что они там натворили. Ну, покажу, покажу здесь. Это вот в таком вот вышло оформлении. И вот такая коробочка. Вот девочки там уже на программете как бы очень подробно представляли вот этот аромат. Да, он действительно пахнет нарциссом Родригесом. У меня же вот такая вот коробочка. К сожалению, аромат остался в Армавире. Вот. Ренаме годность, по-моему, до 11-го года. Очень старый. Он действительно пахнет хлоей. Этот пахнет нарциссом Родригесом. Вы знаете, я очень рада, что наконец-то новая заря стала что-то делать стоящее. Да, это пусть может быть не то, что мы ждем. Это не классический ренаме, но видимо по принципу остаточных средств, что есть, то бочку и набросали. Но вот этот аромат, эта партия очень удачная. Причем 653-я, по-моему, партия, которая тоже в розовом, вот, розово-лососевом оформлении. Она тоже пахнет Родригесом. Я ездила на Павла Андреева. И мне сказали, что он опять будет переделываться. Так что, если вы любите нарциссу Родригеса, пожалуйста, покупайте за 625 рублей этот аромат. И пользуйтесь. Очень легкий, очень акварельный. Если нарциссу Родригес сразу, как говорится, берет иногда прямо нехорошо по голове. То эти ароматы, вот чем я хочу сделать отдельное видео и просто рассказать. Там Фиеста у меня есть, Елену я купила. Очень много чего. Но это уже в следующий раз. Хорошо? А я вам, как всегда, желаю добра, здоровья, самое главное. Я вас всех люблю. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!